Спойлеры, как пульки в игрушечном пистолете. Не убивают, но делают очень... ...неприятно. Поэтому все спойлеры в конце видео. Приятного просмотра! Дорогие друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротком. С вами Кин и рубрика «Сходил я, значит, на». Рубрика, где, как вы уже могли понять, я высказываю свое мнение касательно фильма, на который я недавно сходил. А сходил я, значит, на... Форсаж. Хоббс и Шоу. По сюжету сестра Декарда Шоу украла опаснейший вирус, чтобы он не достался злодейской организации. Ты еще кто? Злодей. Вирус этот способен за 72 часа превратить внутренности человека в кашу. Злыдень же фальсифицирует обстоятельства кражи, выставляя сестренку Шоу главным плохишом. И теперь за ней охотятся все, кто только можно. А помочь же ей могут только два брутальных яичка. Люк Хоббс и Декард Шоу. Ни хрена. Только не с этим. И для начала, почему у DC выходит новый фильм, а я об этом не в зуб ногой? Не, ну а что? У нас есть Супермен. Бэтмен. Чудо-женщина. И в конце концов, Киборг. Да я просто... Черный Супермен. Ладно, ладно, хорошо. Скала, ты не против? Да он реально черный Супермен. Значит, ты согласен. Согласен. Ну вот и хорошо. А че, так можно было? Ну да, а почему бы и нет? Так, хорошо, раз с этим разобрались, дальше я хотел бы обратиться к таким людям, от которых с первого трейлера я слышу только это. Форсаж скатился. Форсаж уже не тот. Одна фантастика. Ребят, а где вы были последние несколько фильмов? Признаюсь честно, я не смотрел целиком последние фильма 4 из этой серии. Так, только проглядывал обзоры на них. От разных блогеров. Но даже я знаю, что последние форсажи ближе к жанру фантастики, чем к криминальному триллеру, коими были первые фильмы. И знаете, я лично ничего против этого не имею. Да, они решили сменить тон фильмом. Это их право. Но люди идут, людям нравится. В этом также я ничего плохого не вижу. А если же вам не нравится обновленный форсаж, то вы можете просто его не смотреть. Про хопса и шоу можно также сказать, что они хоть и не сильно, но все же отличаются от обновленного форсажа. Повторюсь, я говорю как человек, знающий предыдущие фильмы только поверхностно. Так вот, отличается он тем, что теперь в нем присутствуют элементы фантастики, отличающиеся от других фильмов. То есть раньше это была фантастика, в основном связанная с транспортом. А теперь у нас есть настоящий киборг, а именно Брикстон, модифицированный техникой суперсолдат. И знаете что? Он не выглядит чем-то лишним в этом фильме. Чем-то прям супер выделяющимся, скажем так. Отчасти благодаря в общем происходящих событий, а отчасти благодаря великолепной игре Идриса Эльбе. Также можно отметить поднятие градуса легкости и юмора в этом фильме, в отличие от других частей. Шутейки, как вы, думаю, уже догадались, строятся в основном на фоне отношений Хоббса и шоу. Но вы только не подумайте, фильм не сплошная комедия. Также в нем присутствуют и мрачные, и довольно душевные сцены, чуть ли не пробившие меня на скупую мужскую слезу. А также была пара приятных камео, небезызвестных актеров, которых я назову в спойлерной части. И если обобщить все вышесказанное, то вы же понимаете, на что вы идете. Форсаж это не Интерстеллар. Да ладно! Это сугубо разгрузочно-отдыхательное кино. Без претензий на гениальность. Скажем так, типичный представитель семейства Форсажевых. Но все же давайте сверимся. Итак, что у нас тут? Крутые мужики. Есть. Красивые девушки. Нам нужна помощь. Вычокнуты. Есть. Крутые погони. Есть. Крутые тачки. Нам нужно залечь на дно. Есть. Зрелищный экшен. Тоже есть. Так почему же я пошел на этот фильм, если остальные я пропускал? Раз, два, три. Ладно. Давайте по-честному. Я просто обожаю Дуэйна Скалу Джонса. И я уже давненько испытываю симпатию к его работам. Поэтому стараюсь не пропускать его фильмы. Скала был и в других Форсажах, а ты на них не ходил. Ну да. Потому что Скала там был не центровым. Ну а в целом так франшиза Форсажа мне особо не интересна. Но даже зная прошлые фильмы поверхностно, Хоббса и Шоу мне смотреть было довольно легко. И в общем не было никакого недопонимания. Разве что чуть-чуть. Итак, друзья, стоп. У нас время спойлеров. И если вы не хотите знать, почему Хоббс любит лизать лысину Шоу, то пока шучу, там такого не будет. Хотя. Но перед уходом, друзья, большое вам спасибо за просмотр. И если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. А в описании вы найдете ссылки для вашей поддержки канала. А также ссылки на мою группу ВК, Инстаграм и канал Твич. Где я вместе с вами смотрю новинки сериалов или же полюбившуюся классику. Но если вы захотите, то можем там пересмотреть все части Форсажа, например. Пишите в комментариях. А у нас время спойлеров. Выбери дверь. Выбрал. Нет, это моя. Бери другую. Ты издеваешься, что ли? Спойлерить, если честно, тут особо-то и нечего. Поэтому вкратце пробежимся по основным моментам фильма. К Хэтти Шоу с отрядом Ми-6 посылают выкрасть опасный вирус. Но во время операции на них нападает Брикстон. Забегу вперед. Брикстон когда-то был напарником Декарда Шоу. Но тот, я уже честно не помню по какой причине, его убил. Брикстона восстановила корпорация Этеон. Сражающаяся за эволюцию человека. Она же и послала Брикстона выкрасть вирус. Чтобы слабые человеки умерли, а сильные жили. Но Хэтти, дабы вирус не достался черному Супермену, вкалывает его себе. И теперь у нее есть 72 часа, чтобы извлечь его. Иначе внутри она превратится в смузи. Хэтти сбегает. Но Брикстон выставляет ее предательницей. Мол, это она своих же людей убила? А вирус слямзила. Помочь ей берутся только Хоббс и Шоу. И хоть и с большой неохотой, но им приходится работать вместе. Конечно, они находят Хэтти и приводят ее в ЦРУ. Но до нее добирается Брикстон и похищает ее. Блин, Хэтти как мяч в американском футболе. От одного к другому. Экшен, драки, погони и Хэтти снова в руках хороших парней. Далее, благодаря спланированной операции, Хэтти все-таки попадает в Этеон. Где из нее готовятся выкачать вирус. Ну а ее само собой в расход. Хоббс и Шоу тайком вслед за Хэтти пробираются в Этеон. И хотят прикрыть лавочку. Но план рушится и их палят. Но все же все трое, плюс штука для выкачивания вируса, хоть и с трудом выбираются из-за ворухи. И решают спрятаться, а также починить штуку дома у Хоббса. Где он не был уже 25 лет. Но Брикстон добирается и до туда. Но там его уже ждут ловушки и мощные самоанские мужики. В финальной битве встречаются Хоббс, Шоу и Брикстон. И поначалу Брикстон, мощно просчитывая удары, стелет парней как тряпки. Победить же им удается, только объединившись окончательно. Как итог, Брикстон мертв. Опять. Но на этот раз его уже убил Этеон. Сестренка Шоу обезвирусина и все счастливы. Как я и говорил, в фильме засветились некоторые ребята. Такие как Кевин Харт, игравший ранее со скалой в Джуманджи. И... Райан Рейнольдс. И да, один играет авиамаршала, а второй напарника Хоббса. Но по сути они играют Харта и Рейнольдса, только с другими именами. Ну а на этом у нас все. Всем еще раз большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на все, что есть в описании. Мне будет очень приятно. Ну а я же как всегда пожелаю вам только интересных сюжетов. И не лихачьте там. Договорились? Пока.